итак друзья всех приветствую покажу последние заказные работы сентябрьские перед выставкой чьих работ здесь нет значит ну друзья значит будут в ноябре давайте сразу скажу это заказные можно заказать в наличии их несколько они стоят это неважно потому что это заказные вот по заказам друзья мои значит тем кому обещал в ноябре будут где-то концу ноября потому что выставка по 10 ноября пока приеду пока разложусь разберусь тому подобное то есть ну дай бог числа там 15-17 начну работать так всегда каждый после каждой выставки поэтому немножко вот так вот сроки не сдвигаются так здесь у нас в основном охотничья классика шейничек финка 120 это чем сам пользуюсь на 125 145 так давайте пробегусь быстро покажу шейник всегда идет вот в таком варианте вот такие ножны идут гладкие шейники всегда то есть вот это вот без подвесов почему не делаю потому что но тяжелый получается тогда нож потому что кожаные ножны они тоже что-то весят и дабы почему не делаю на большие размеры все то же самое из завеса то есть вот такой паракорд идет и так вот здесь у нас вот такой вот малыш к 390 в чистом виде рыжий ясень клинок идет на 90 миллиметров на 21 ширина и здесь толщина где-то два с половиной то есть такой достаточно хороший хороший резачок рукоять достаточно объемная под мою руку но подходит как правило всем потому что рукоять небольшая и достаточно удобный маневрировать так вторая финка здесь и второй нож с фиолетовым я сниму такие темно-бордовые нужны черный делать не стал чтобы не сливалась морда красивая вообще люблю вишневый вот такой оттенок в ножнах очень красиво благородно дорого богат смотрится но этот нож сидит достаточно плотно никуда он ничего не болтыхается не вылетает и очень легко вынимается со временем нужно еще облягутся и будет прям вообще красота вот такой к 390 тоже только 120 на 22 клинок такая вот красота фиолетовый ясень был в виде эксперимента но я думаю прямо войдет в ассортимент очень красиво смотрится так не знаю мне нравится кому на вкус и цвет всегда с цветами рукояти это на вкус и цвет мне как бы понравился поэтому думаю что он будет на финках всегда линза в ноль так следующий у нас идет вот такой вот черный красавчик весь черный и вот ножны итальянская кожа это заводское тиснение все выглядит и сам нож блэк вот идет и кипим 53 блэк вот на 125 клинок линза и прямой дроппоинт то есть но ничего такого сверхъестественного просто классический нож именно на 125 ребят ножи размер клинков 125 145 и на выставке будет еще один размер вот он будет доступен под заказ сейчас он только делается все покажу все расскажу вот такой свободный подвес так следующий в коричневых оттенках идет ки темно-коричневые ножны гладкие то есть прям ну совсем такая классика классика то есть все в коричневом цвете орех на рукояти такое вот теперь тут прямые спуски тут видно что это прямые спуски теперь на клинке 125 тоже клинок вот так вот он выглядит так ну и последний из заказных это тоже все в коричневом цвете классика коричневая то есть ничего такого сверхъестественного вот но скажем так я почему заметил тенденцию что всегда в заказы идут вот такие вот темные очень редко кто берет какие-то такие вот цветастые как вот этот финка да как вот этот финк редко кто-то почему-то заказывает не знаю ну потому что экрана по одному смотрится на выставке ровно меняется прям вот тенденция абсолютно другая прям ровно на 180 градусов переворачивается так сейчас здесь здесь идет кипи m53 на 145 клинок достаточно такой большой линза но она не в ноль естественно вот скованинный нож специально оставляю вот орех к переливающийся вот и вот так вот он руке смотрится достаточно большой такой массивный нож то есть это вот прям вот кому надо чтобы ощущался в руке он достаточно весомый потому что спуске линза они добавляют весу в любом случае нож с линзой будет весить любом случае больше чем нож с прямыми спусками вот это вот в основном берут такие ножи ну я не знаю как помогает просто моей практике те парни кто допустим охотиться на крупную дичь то есть это лось это изюбр это медведь что-то такое кардинальное вот если там косули зайцы еще что-то там вот 125 за глаза там даже вот такой финкой можно спокойно разбирать так все друзья мои вот такие вот пять работ ничего сверхъестественного классика вот финочки яркие охотники темненькие все как и все как и всегда единственное что могу сказать не бойтесь ярких цветов на самом деле очень красиво смотрится может быть по видео непонятно но ну по видео на самом деле то есть это уже давно доказанный факт что нож вживую он смотрится гораздо гораздо интереснее нежели нож который вот на видео ну поэтому наверное на выставке берут больше яркие какие-то вот такие там светлые рыжие синие еще что-то а вот такие вот ножи почему-то там лежат вот на них никто не смотрит поэтому глазами всегда она приличней лучше выбирается нежели по видео но к сожалению опять же только есть возможность переехать на клинок посмотреть глазами пока нигде ножей моих нет вот все друзья на этом закругляюсь буду потом потихонечку показывать то что готовлю на выставку ножи выкладывать вот понемножечку по мере готовности поэтому не пропустите все буду анонсировать все всем пока и до скорых встреч до телефон ребята для связи в описании под видео пишите звоните вот кому надо ватсап телеграмм вк почта все средства связи есть первым никому не пишу именно вот чтобы избежать вот этих вот мошеннических действий потому что мошенники пишут первыми они просят удалять сообщения и т.д. и т.п. я ничего не прошу удалять я первым никому не пишу потому что таким образом еще раз говорю мы избегаем общения с мошенниками все всем пока и до скорых